Из девяти территорий, которые были комиссией выбраны для рейтингового голосования, как-то с первых дней выделилось три территории, которые между собой уже даже больше соревновались. И именно они дошли до финала. И победителем, безусловным победителем этого голосования стала территория около 29-й школы, между домами по улице Лермонтово. Они набрали больше 9 тысяч голосов. Немножко уступила на тысячу голосов им буквально территория по улице Кедровая. Это около нашего спортзала, который построен далеко от 23-й школы. Там планируется большая спортивная площадка. И территория, которая в зоне отдыха. Зона отдыха, там большой объем работы запланирована. Они набрали больше 5 тысяч голосов, почти 6 тысяч. Они у нас на третьем месте. Уже не первый год абаканцы сами решают, какие общественные территории нужно благоустроить в первую очередь. И здесь тот самый случай, когда от нашей активности зависит конечный результат. Почти 10 тысяч голосов набрала территория лидер, рекреационная зона между школой 29, штупа Лермонтово-12 и соседним многоквартирным домом. Разница с этим объектом и территорией, замыкающей список, более 9,5 тысяч голосов. Волонтеров проекта можно было встретить в разных частях города. Они неустанно рассказывали абаканцам, что и где находится, почему принять участие в голосовании нужно и как это правильно сделать. 10 тысяч голосов было набрано через систему ИСЕ, через госуслуги. А большую часть, конечно, почти 19 тысяч набрали наши волонтеры. И, конечно, тут низкий поклон всем нашим волонтерам. Это и, естественно, учителя, которые приняли активнейшее участие. Огромное спасибо, особенно волонтерам гимназии, которые сразу с первых дней очень активно подключились. И территориально-общественному самоуправлению, нашим старостам и помощникам, советам ветеранов, нашим серебряным волонтерам, которые очень активно себя проявляли как раз за голосование в зоне отдыха, потому что они все выходные на жаре предлагали жителям обратить внимание на то, какие объекты будут благоустраиваться. Более детально об объектах благоустройства в рамках проекта «Формирование современной городской среды» на следующий год речь пойдет в программе вовремя сегодня вечером. Не пропустите!